И снова всем привет, с вами Леторн, мы продолжаем прохождение игры Пиларсов Этернити 2 Deathfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами начали исследовать утопленные могилы, и сейчас мы, надеюсь, уже завершим это. Посмотрим. Так, у нас осталось, собственно, только путь вниз, вот, и значит мы идем вниз. Там, кстати, если помните, еще в деревне Янбек нас спросили найти кого-то, да, вот, это, ну, точнее, не то, чтобы найти, это просто был разговор о том, что, типа, их мальчик ушел. Вот, возможно, мы сейчас его сможем вернуть. Если бы родители еще были живы, они бы не поверили, где оказалось. О, великий Немног, мы отдаем тебе свои жалкие жизни. Ты замочная сплажина, стебли розы, ты драгоценный камень на эфисе. Что происходит? Кто дерзнул, помешает нашим молитвам? Голос Акалида эхом отдается по залу. Распевы поклоняющихся продолжаются. Писарь Акалит. Немног, Немног. Это был твой последний шаг в чертогах Немнога. Немногу высосет мозг из твоих костей. Акалиты восторженно приветствуют это заявление, продолжая распевать имя своего божества. Калли, это ты? Я встретился с твоим отцом. Мой отец нечестив, я поднялся выше его. Калли сжимает кулаки и отворачивается. Немног, все поглотитель. Немног глотает богов и извергает их черепа. Единственные истины повелителей Оры. Я покажу тебе. Вот, смотри. Широко раскинув руки, Калли начинает что-то негромко повторять себе под нос. Многие из присутствующих повторяют его жест. Барабаны начинают греметь чаще. Затем Калли вынимает из складок одежды длинный кинжал. Давай без глупости. Он проводит лезвием по руке и шиписку сомкнутые зубы. Перегнувшись через край провала, Калли позволяет своей крови стекать вниз в дыру. Откуда-то снизу налетает порыв теплого ветра. Немног, немног. Клянусь бледной дыркой воедики. Куда ты нас завел, капитан? Серафин пригибается. Его правое ухо подергивается. Молчать! Калли морщится и с новой страстью погружается в молитву. Он сжимает ладонь в кулак, выжимая из раны кровь. Капли падают в бездонный провал. Немног, немног. Можно распевать тоже. Перестань, Калли. О, сиятели, немног. Приди же и пусть неверующие обратятся в пыль под твоим смертоносным взглядом. Калли протягивает руки вперед и воздух ревет. Точно приближающийся смерч. Да, да, немног уже рядом. Не нравится мне это. Акалли лихорадочно повторяет свой призыв и из ямы выбирается нечто гигантское. Хлопают кожистые крылья. Пара блестящих, точно ограненные, драгоценные камни глаз смотрит на вас. Как я понимаю, это и есть немног. Задумчиво помолчал, существо равнодушно отворачивается от вас. Что ты принес мне, проситель? Существо пристально глядит на Калли и поводит когти. Жертвы, о великий! Калли указывает на ваш отряд. Почитатели немного поднимают руки и радостно что-то восклицают. Хранитель, ты же знаешь, я в такие игры только в постели играю. Он складывает руки на груди. Эдер доброжелательно взмахивает рукой. Серафин охмыляется вперёд руки в бока. Мне они нравятся, как они нам радуются. Но кое-что в его словах всё-таки меня напрягает. Мне нравится. Ладно. Жертва нужна. Веди себя смирно и молчи. Калли шипит последнее слово сквозь зубы и сжимает руки в кулаки. Не трать слов, Акалит. Я чувствую, он служит иному повелителю. Немног жестом отсылает Калли и с ненавистью глядит на вас. Акалиты тем временем возобновляют распевы. Немног. Немног. Я единственный повелитель этой горы, дитя моё. Если ты не хочешь служить, твоя кровь наполнит чернильницы моих верных песцов. Зубастая хмылка немного расширяется, и его пожиратели восторженно вскрикивают. У истинного бога нет необходимости в песцах. Что за такое? Знания, сила или в лишённой бога пустоши за пределами моих залов уже ничему не учат? Немног. Президентно указывает на выход. Каждый собранный моими слугами свиток, каждый гримуар делает меня сильнее, дитя моё. Немного разводят руки в стороны, его почтатели повторяют то же движение. А набравшись силы, я обрушу свой гнев на всех, кто сопротивляется моей власти. Свитки, гримуары, что за дешёвые фокусы? Ты не бог. Я... О, великий! Калли глядит на немного кровавыми глазами. Неужто твоя вера столь слаба, что её способен сломить какой-то чужак? Немного ещё сильнее щурится и неодобрительно качает гигантской головой. Благодаря знаниям я сильнее любого смертного. Склонись передо мной, дитя моё. Брось мне вызов. И ты погибнешь. Каковы твои условия? Что ты предлагаешь? Условия? Немного задача наморгает. Моя воля такова. Собирай гримуары. И приноси их ко мне в знак поклонения. И не забывай, что я твой великий бог. Верных слуг ждут богатство и слава. Многу указывает на кучу сокровищ под огромной статуей. На мне лежит долг перед другими богами, теми, что правят вне этой горы. Чушь! Нет в мире богов выше немного! Немног! Немног! Ритм барабанного боя становится лихорадочным, безумным. Большинство колитов задыхаются от непрестанных воззваний, но только повышают голоса в дикой молитве. Смерть от моей руки, великая честь! Прими же это благословение! Выпустив когти из крыжища, Немног бросается в атаку. Смерть от моей руки, великая честь! Смерть от моей руки, великая честь! Разобраться с карри немного. Подождите, мы разбираемся? Так, Аллот, ты можешь костануть в конце концов то, что я тебя прошу костануть? Отлично. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас у нас убьют Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пролом Есть еще вот проход смотрите Интересный довольно Ладно давайте пока здесь останемся Пойду с главным персонажем скажу поговорю ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Сейчас вторая стеночка пойдет, вторая стеночка хорошо пошла, лично теперь огненный шар. Пошел огненный шарик. Еще одна стеночка пошла. Пошел огненный шарик. Отлично, метеоритный дождик пошел. Нет, мой амулет. Какой амулет, о чем ты говоришь? Пошел огненный шарик. Немного отошел, ребята, это не очень хорошо. Но если мы сейчас хотя бы и Атенов добьем, это уже будет неплохо. Ну что, очень много противников. Так, время призывать существ, которые у нас есть. Раз. Два. Три. Четыре. Ох, как все висит, ох, как все висит. Это все из-за появления существ? Нет, мой амулет он опять говорит. Нет, мой амулет он опять говорит. Так, Алотик, давай-ка ты отойдешь от него подальше. Ох ты блин, он его фокусит. Да. Ох ты блин, он выстрел. Ох ты блин. Ох ты блин. Назад, не подходи. Назад, не подходи. Он пытается уйти вниз. Он пытается уйти вниз. Нет, нет. Для тебя уже нет на самом деле почти. Так, жрец призывает луч света, который лечит союзников и... И наносит урон врагам. И наносит уйти вниз. Перед вами расколотый амулет и крошечный раненый бес. А распев Акалитов обрывается резким восклицанием. Нет, 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 нет. Амулет немного. Чудесный камушек немного. Немнок поднимает половинки непропорционально огромного. Теперь амулеты и пытается сложить их вместе. Но стоит только опустить детали. Опустить детали, как они тоже распадаются. Ох, сломан, навсегда. Нет, ты не убьешь немного, а? Доброго немного. Бес весь дрожа поднимает когти и тихонько пододвигается к краю провала. Я убью немного. Уи, нет, нет, не тащи немного в молюсенькую дверцу Бераса. Бес сжимает когти и горе снова воет. Ко мне мои верные слуги. Слуги? Немного озирается по сторонам, но Акалит остается на местах. На их лицах записано немое неверие. Здравствуй, капитан. Есть минутка? Сорфян вздыхает и зажимает переносицу между пальцев. Зотя вроде неплохая девчонка, но, в общем, она попросила меня залезть ей в голову. Я сказал, что ничего не видел, но это неправда. Это было... Ты должен сказать ей правду. Сорфян подмигивает вам, поднимая руку ко лбу. Да, я боялся, что ты скажешь что-нибудь такое. Я коснулся ее разума, но потом что-то затянуло меня и не отпускало, кажется, много дней. Я раньше ничего подобного не видел. Иногда у морских волков бывают кошмары, да такие, что я спать с ними в одной каюте не могу. Но это больше похоже на конец света, чем на сон. А если бы на ее месте был ты, ты бы хотел знать? Сорфян устал, но свои сапоги прищуренными глазами. Ты прав, капитан. Мы все заслуживаем шанс побороть наших демонов. Я попробую помочь ей. Это, кстати, диалог у нас уже был. Ну что ж, вот и весь с ним ног, ребята. Это оказался маленький пес. Я, кстати, думал, что, скорее всего, что-то подобное и будет. Ну, бой был не очень простым. Не поспоришь. О, нужно здесь перепрыгнуть, смотрите. Круто. Пронзающий вуаль, боевой лук. Легендарный предмет. Бестелесные стрелы. Точность плюс 15, если противник тухи. Атака пробивающая вуали. Плюс 10% урона как чистый. О, атака пробивающая вуали, ребята, это очень и очень неплохо. Боевой посох. Хронопризматический. Призвязанный эйдос и плюс 1 все уровни мощности кислота, все мощности электрошок, огонь и мороз. Прошу прощения, заряд души. Плюс 5 кронопосоха. Это, кстати, тоже неплохо. Возможно. Приземленная оболочка. Средний щит одноручная. Тайное вмешательство. 15% сопротивление противоатаки. Заклятие, призыв иллюзии. Тепловая стабильность. Все защиты плюс 15 противоатаки. Огонь и мороз. Кто-то натер статую ароматной и маслами. Местами она все еще попрескивает. Атака пробивающая вуали. Это круто. И посох. Но посох радиус 1.8. То есть это ближнего боя оружия. Но он зато дает плюс 1 все уровни мощи. Это неплохо для мага. Возможно нам это пригодится. И кстати мы получили уровень. И если я не ошибаюсь ребята. Это максимальный уровень. Давайте поднимем. Так, а полиэкс. У нас просто была пара полиэксов. Получено достижение максимум. Да, точно. Это максимальный уровень. Кстати, пиротехника нам так и не пригодилась. Только один раз. Я помню за все время. Большой уровень мощности увеличивает эффективность всех способностей. Ну вот это неплохо. Так, здесь давайте тоже полиэкс прокачаем. Кстати, давно мы знакомое оружие не прокачивали. Так, ну здесь еще одну способность можно выбрать. Давайте цель лишается решительной энергии и уровень мощности значительно падает. Вот это полезно будет против всяких магов, с которыми мы деремся периодически. Так, здесь... Сема стрел. Давайте боевый лук. Правда, боевый лук тугая тетива. Не совсем понимаю, что это. Но ладно. Блин. Так, ну здесь только одно осталось у нас. Душа цели раскалывается, нанося ей постепенный урон. Так, здесь у нас... Ладно, пускай со стилетом, он же все-таки вор. Это уже так, чисто рейплей. Проницательность. Так, тут... Плащ смерти. Волшебника откутывает плащ черной энергии. Ну это, кстати, неплохо. Едкая кожа. Цель начинает разъедать ее собственная кожа, нося сильные, постепенные, разъедающие уроны, ослабляя, не давая целиться. Вот это неплохо. Так, и здесь... Здесь нам бы с щитами научиться. Давайте со средними щитами. Так, а лот у нас сейчас ходит с... Жезлом. Мы можем переключить на палочку. И дать ему щит, вот этот новый, который мы нашли. Точность минус 4. Ладно, пока... Пока не знаю. Так, ну что ж, смотрим. Опыт... 19-20 уровень максимальный. Отлично, ребята. Мы достигли с вами максимального уровня. И по квесту... По квесту нам нужно сейчас поговорить с цитоком в деревне Янвик. Так, сейчас бы вспомнить... Кстати, вот здесь мы были. Мы здесь не были, по-моему. А, это просто выход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Я знал, что это возможно. Наверное, еще когда отправил тебя за ним. Я виноват в этом не только Немног. Он передает вам небольшой мешочек с деньгами и снова погружается в работу с потерянным отсутствующим выражением на лице. Новые боги архипелага. Получено достижение. Задание выполнено. Не мог пожрать и тушь. Давайте с габелью поговорим. Ну что у тебя есть. Так, давайте лепешек купим. А, у них все у пяти. Так, парьмовый камень, боевой дух экипажа, ловкость плюс два. Так, ну что ж. У нас осталась только картография и сейчас мы за ней справимся. Картография, получается, это прямо, собственно, где-то здесь и должно быть. Или же оно может быть не так далеко? Сейчас посмотрим. Так. Еще раз внимательно вчитаемся в то, что написано в задании. «Изучить острова на юго-западе далеко от Никитаки». На юго-западе. Риф Вакара. А, это вот здесь. Заура Тук-Тук. «Святилище, скрепляющее клятвы». Ну, давайте сюда. «Святилище, скрепляющее клятвы». Риф Вакара. На рифе здесь, получается, как бы, особо ничего нет. Вот есть еще, правда, вот здесь можно высадиться, смотрите. И здесь можно высадиться. Рябешка-то все купим. Рябешко-то все купим. Субтитры сделал DimaTorzok Снова видите оазис, пирамиды угрожающие возвращаются над вами. Поднимаемся. Я не помню, мы здесь по-моему были уже, конечно. Да, мы здесь были, я помню. Дошли ли мы до конца? Да. Да. Дошли ли мы до конца? Ну, кстати, а почему вот эти ступени вверх здесь тоже есть? И вот какой-то труп еще, который мы что ли не обыскивали. Ладно, мы здесь точно все сделали. Вот ступени вверх и вот ступени вверх. Давайте по этим тогда поднимемся. Музыка Музыка Так, подождите. Что-то здесь как-то... Как-то странно, конечно. О-о-о. Смотри сюда. Музыка Музыка Это лечка Музыка так а здесь больше ничего нет получается ступени вниз ступени вверх отсюда пришли по моему здесь можно еще сюда подняться получается а это мы получается вернулись давайте только вверх поднимается отсюда мы пришли значит только вниз спускаться они из двух местах сюда мы ходили так мы внизу еще есть ступени вниз так мы еще ниже а ну все получается это самый самый низ был и собственно здесь мы все сделали ладно ступенью вверх ступенью вверх просто в двух разных местах все хорошо ладно здесь получается мы все сделали значит нам не сюда вот 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 рифа. Хорошо, поплыли. Сейчас на каждый островок на рифе заплывем. В частности вот этот. Возможно в отношении рифа это была как раз вот та часть, которую мы уже исследовали получается. Хорошо, а что за острова тогда тут могут быть? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, западная конечность рифа и острова Кангати. Кангати. Продолжение следует. Кангати. Кангати. Вот острова эти, кстати. Но это Каннибалы. Я это уже делал. Вот смотрите, может быть вот это. Хотя это просто поле. Вот здесь мы были. Каннибал рефирж это я назвал его. Ладно, наверное, это действительно. Или вот этот остров еще, кстати, тут какая-то вот. Хотя тут мы везде походили вроде бы. Опять же, не совсем понятна механика этого. То есть обязательно не должно быть какое-то строение. Обязательно ли оно показывается сразу на карте. Кангати. 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 Огненная Водоросль. Верный глаз. Кольцо освобождения в Огненной Водоросль. кольцо освобождения дает подавление печали вредное воздействие представлено 10 секунд ржавая пустошь дара дуру дуган колосс хель и я что-то как-то хочу выйти отсюда по крайней мере пока сохранится и зайти снова но это это вот один из тех боссов ну давайте попробуем на него напасть я думаю что все плохо будет но посмотрим на несколько уровней выше нас его хоть пробиваем по чуть-чуть по чуть-чуть да но это именно совсем по чуть-чуть ох ед 3 джижда ядрить в предмет с в в и у Продолжение следует... 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 Арлан... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...